Привет, Интернет! С вами Андрей из Австралии и сегодня поговорим о пожарах. Продолжим эту тему, ответим на вопросы некоторые по пожарам. Итак, первая проблема с пожарами по сравнению с тем, что раньше было, это то, что эти леса их долго не полили, поэтому произошла такая ситуация, что температура была очень высокая и по словам пожарников земля прогорела до неродящего слоя, то есть сгорели полностью все бактерии, червяки какие-то, какие-то травы, семена, сгорело все. То есть, в принципе, Вадим говорит, что обычно там погорело и потом начинается земля, начинается расти трава, деревья и так далее. В данном случае оно, конечно, начнет расти, но начнет расти из-за того, что там где-то птичка покакала после того, как она поела семена какого-то растения и так далее. То процесс восстановления вот этого леса, он будет гораздо-гораздо больше. По словам пожарников, около ста лет. Вот. Дальше. Сейчас у нас уже два дня дожди, но первый день дождь был. То есть, я в ней в South Wales, да. Первый день дождь был, ну как, покапало. Вот. Ночью вроде что-то полило. Второе, вроде как, больше были громы и там молнии. Ну, тоже что-то полило. И вроде как хорошо, да. Но вот приехал я вечером домой и... Ну, как домой. Перед этим посмотрел из окошка своей фермы и вокруг все еще дым. Это как бы одна вещь. Вторая. Те же самые пожарники рассказывают, что дождь-то, конечно, пройдет и как бы теоретически это хорошо, для... Ну, чтобы погасить пожар и все остальное. Но это не поможет. Во-первых, первая вещь, это то, что... Вот это все, что прогорело, то есть вся зола, все вот эти вот организмы, которые сгорели, пройдет дождь. Дальше весь этот слой, золой, он смоется в речке, озера, ну, в какие-то водоемы, да. Ну, а дальше представьте, то есть это фактически тяжелые металлы, оставшиеся после сгорания эвкалиптов и не только. Все это окажется в водоемах. То есть, в принципе, рыба либо погибнет, либо эти водоемы, в принципе, станут просто непригодными для рыбной ловли, к примеру. То есть, здесь еще, как бы, такой один момент достаточно неприятный, к сожалению. Ну, и вообще, по поводу дождя, то есть, он, конечно, пройдет, но тут хватает, по большому счету, буквально одного дня для того, чтобы высушить тот же сухостой, либо траву какую-то там, сухую. То есть, в принципе, надолго этого дела не хватит. То есть, буквально на следующий день уже он может спокойно себе гореть. Вот так вот. Из позитива. То есть, недавно, буквально день назад, по-моему, правительство все-таки выделило один миллиард денег на восстановление того, что было разрушено в пожарах. Это раз. Я был в своем джиме, и наши тренера, они сказали, что мы будем до конца недели собирать вещи какие-то, либо еду для погорельцев и пожарников, потому что пожарники тоже люди, как бы, это волонтеры в основном своей массе. И, естественно, им раньше никто не против, поэтому их семьи тоже нуждаются в этом деле. Это, в принципе, сейчас по всей Австралии, те же Вулвардс. Практически все компании, у них есть либо какие-то отпуски, emergency отпуск, который можно взять и пойти волонтером в пожарники, либо вы можете защищать свой дом. Если у вас, к примеру, дом в Буше, да, то вы можете как-то там взять этот отпуск и обрезать деревья, я не знаю, поливать шлангом там все вокруг. То есть можно взять отпуск по этому поводу. И также очень многие-многие компании собирают деньги, вещи, все что угодно для погорельцев. К сожалению, естественно, животных уже не спасти. И есть куча фондов, которые можно задонатить деньги для того, чтобы волонтеры могли потом, к примеру, напоить тех животных, либо как-то их выходить, накормить и так далее. То есть в этом плане Австралия замечательная комьюнити. Все пытаются помочь друг другу. Это касается не только пожаров, это касается также и тех же самых фермеров, которые пострадали в засухе. И многие компании, они также собирали деньги для того, чтобы фермеры могли получить воду, чтобы они могли заказать цистерны с водой и поливать свои поля, либо давать воду своим коровам, свиньям и так далее. Вот в этом плане Австралия классная страна, кстати. В отличии от наших. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк, подписывайтесь и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok